Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Чердак раздора. Почему Минстрой и компания Арсения могут найти компромисс, из-за чего страдают пайщики? Без году 300 лет. 8 февраля научное сообщество России отмечает свой профессиональный праздник. Нет нерешаемых проблем. В Махачкаре своей двери открыл духовный женский центр Марьян. О всех его преимуществах расскажем через несколько минут. Высокий уровень подготовки и, как следствие, результат. Дагестанец выиграл золото Кубка России на турнире по тяжелой атлетике, который проходит в эти дни в Чечне. За смелость, храбрость и проявленную стойкость. Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Сергей Захаров вручили госнаграды сотрудникам Росгвардии, принимающим участие в специальной военной операции. Они были отмечены орденами мужества, медалями за отвагу, медалями Суворова и медалями Жукова. В республике значительно ухудшились погодные условия. Ветер в приморских районах усилился до 15-20 метров в секунду, а большинство дорог покрылось льдом. И в связи с этим госавтоинспекция республики обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. Избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. В случае возникновения сложной ситуации, жители республики могут обратиться по номеру, указанному на экране. Сергей Меликов вновь встретился с пайщиками жилищного комплекса «Фэмили» и с руководством компании «Арси», чтобы узнать, выполняет ли застройщик взятые на себя обязательства завершить сдачу домов за два месяца. Соблюсти обещанные сроки у компании не получилось, и на это нашлись свои причины. Что мешает застройщику сдать объект, а Минстрою его принять, попыталась узнать Патимат Ханапова. В первоначальном проекте у вас не было мансарды, а был чердак. У вас был чердак, понимаете, вот я вам объясняю, на самом деле. Я вроде как с одной стороны за него, но жульничать-то не надо уже. Был чердак, мансарда стала. Минстрою изменения не понравились, это процесс и затягивает. У каждого своя правда. Арси на закон ссылается, согласно которому они имеют право поправки в проект носить, а чиновники профильного ведомства свой отказ с желанием людей оправдывают, которые якобы против пристроек. Но те пайщики, которые присутствовали на встрече, почему-то были за. Мы приходим в офис к застройщику, они нам говорят, дом готов. Мы говорим, а в чем проблема, ну дайте нам ключи. А они говорят, что якобы некоторые пайщики против кладовок и мансард. Но вот мы вот собрались, вот из тех, кто знакомы между собой, соседей. Мы ходили в министерство строительства, Шамиль Идрисович нас принимал. Мы ему тоже сказали, и вот сейчас хотим сказать, что мы против кладовок в подвале, допустим, мы не против, потому что мы в этом ничего, только плюсы, никаких минусов нету. Он сады возьмет, из-за этого задерживать весь дом, если кто-то против этих кладовок. Ну вот мы когда вот министерство спрашивает, почему нам не дают ключи, мы же видим, что дом готов, застройщик тоже говорит, дом готов. В итоге сдача объекта еще на три месяца затянулась. За это время в делах чердачных компаний необходимо порядок навести, чтобы люди радовались, глава был доволен и министрой улыбался. В течение трех месяцев мы завершим все эти перегородки. То есть в октябре у нас было два месяца, да? Теперь у нас февраль, в течение трех месяцев мы завершим перегородки. Картина немного запутанная, но в то же время для остальных застройщиков примером служит. Во всяком случае, Сергей Мериков прямо сказал, эта ситуация должна послужить уроком и для других. К слову, других здесь нет, а те далече. Их никто не отчитывает, им не определяют сроки сдачи объекта и вообще знают ли о них в Минстрое. Между тем, такие компании существуют, и пайщики их тоже возмущены, как, например, случай с проблемным домом на улице Сальмана в Дербенте. Уважаемый Сергей Алимович, у нас застройщик продал дом на Сальмана 41. В данном доме на Сальмана 41 от трех до семи человек на одну квартиру. Также продал несуществующие этажи. В данном доме мы неоднократно обращались в администрацию города Дербент. Нам говорили, мы рассмотрим, но не рассмотрели наш вопрос. Просим вас принять всех нас на личный прием к себе, на личный прием граждан, а также просим вас вмешаться в данный вопрос. Многие телеграм-каналы в последнее время буквально в книгу жалоб обманутых дочек превратились. Список компаний, до которых пайщики добраться не могут и просят власти в этом помочь, более чем внушительный. Как говорится, не арси единым. Ситуация, пока ребенок не заплачет, мать о нем не вспомнит, пока люди не начинают шуметь, в целом не обращают внимания. А вот когда они начинают шуметь, и чем больше шум, тем больше реакция. Поэтому остается только одно рекомендовать обманутым дочкам объединяться и показывать свои проблемы в публичном пространстве. То есть, опять же, журналисты кинете в публичное массовое мероприятие, если их по-другому не слышат. А шум помогает? Шум, да. Это, наверное, то, что больше всего и помогает. Шум плюс юристы. Каждый пятый дочек Дагестана обманутым является. Такой вывод делает, исходя из опыта, юрист Арсен Магомедов. И у него свое видение ситуации. Тут можно, наверное, их подразделять на обманутые дочеки, обманутые, допустим, застройщикам, через то, что он взял деньги и убежал. Или через проблему, что дом подлежит сносу. Такая частая проблема. Проблема с двойными продажами. То есть, вот такой комплекс, проблема комплексная. И, не знаю, наверное, по моим ощущениям, ну, ощущениям, наверное, каждый пятый дочек в Дагестане можно считать его обманутым. Но очень много проблем, которые связаны со слабой работой контрольных органов, правоохранительных органов. Допустим, те же ЖСК, где не хватает денег на достройку. Никто никогда толком не проверяет этих председателей ЖСК, действительно ли они потратили все деньги на нужды строительства. Плюс слабая работа Минстроя, администрации города, которая допускает сначала строительство, появление незаконных многоэтажек, и только потом, когда уже они распроданы, пытается там снести их. Так что тут на лицо нужна активизация работы государственных органов. Как бы там ни было, республиканская власть на примере Арси понять дала, что при желании могут в работу и строительных компаний вмешаться. Правда, это может создать опасный прецедент, когда сотни обманутых пайщиков искать справедливости именно у главы региона, будут которого на всех может и не хватить. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекпарзов, новости ННТ, Каспийск, Махачкала. Процесс организации питания в школах Махачкалы могут передать сторонним организациям. В качестве пилотного проекта в образовательных учреждениях столицы могут перейти на так называемый аутсерсинг. По мнению инициаторов нововведения, существующие форматы организации питания требуют пересмотра. Сегодня возникла необходимость рассмотрения альтернативных вариантов, позволяющих в свободной конкуренции определить качество услуг. Плюсы от системы аутсорсинга. Аутсорсинг освобождает учреждения от части административно-хозяйственной деятельности. Например, учреждениям не нужно покупать продукты, обеспечивать их хранение и учет. Появляется возможность уделять больше внимания профильной деятельности, сосредоточиться на образовательном процессе. А также предприятие полностью укомплектовано специалистами, которых школы себе позволить не могут. Это инженеры-технологи, расчетники, повара, работники кухни и многое другое. Российской науке 299 лет. 8 февраля традиционно все научное сообщество страны отмечает свой профессиональный праздник. Дагестан не исключение. В Республиканском исследовательском центре Российской академии наук в этот день проходит выставка передовых исследований ученых в различных областях. Здесь у нас выставка представлена до проведения нашего мероприятия. У нас здесь выставка, где представлены наиболее важные достижения, которые есть у каждого из институтов. Например, у института геологии у них представлены уникальные строительные материалы, которые можно использовать и не обязательно это закупать где-то. То есть такой, скажем так, эффект импортозамещения наблюдается. По словам специалистов, в последние годы растет и интерес молодежи к науке. Это, в свою очередь, замечает и государство, поддерживая молодых ученых различными грантами. Молодежь очень интенсивно и с интересом принимает в этом участие. Этому способствует, более того, государственные программы поддержки молодежи. Во-первых, это по распоряжению президента прием из вузов молодых студентов в научные учреждения. Это создание молодежных лабораторий. И здесь еще также есть, скажем так, финансовая поддержка. Это в плане выделения жилищных сертификатов. Завершилось мероприятие собранием, где сотрудники подразделения РАН выступили с докладами о проделанной за год работе. Еще несколько лет назад среднестатистическая дагестанка не знала, как решить ту или иную проблему. Будь это вопросы быта, семейных неурядиц, или других запутанных ситуаций. К счастью, сегодня представительницам слабого пола есть куда обратиться за помощью и консультацией. О всех преимуществах духовного женского центра «Марьям» расскажет Хамзунар Магомедов. Центр «Марьям» по-своему уникальная организация, где помощь и поддержку сможет найти каждая женщина. Как отмечает руководство центра, здесь будут задействованы специалисты практически всех сфер. Здесь будет максимально разносторонняя помощь оказываться. То есть здесь будет затронута проблема отцов и детей, то есть сегодняшние сложные подростки. Наши психологи, теологи попробуют помочь в разрешении конфликтных внутрисемейных ситуаций. Если это будут вопросы, касающиеся, например, раздела, бывает, что наследство касается, что женщина остается вдовой, бывает иногда. Иногда бывает, что недопонимание между родственниками. То есть тоже мы будем подключать, призывать помощь юристов, наших имамов будем задействовать. Если будет проблема семейного характера, например, между мужем и женой, тоже опять-таки наши психологи будут готовы поддержать, те же самые юристы будут готовы поддержать. То есть мы максимально огромное количество людей постараемся задействовать. Долгожданное открытие состоялось в Махачкале по улице Лазо, 19А. На торжественном мероприятии присутствовали десятки известных женщин, представители власти, общественницы, специалисты из самых разных сфер деятельности. Данного рода центр, он уникален. Он уникален по своим целям и задачам. Он уникален по форме предоставления помощи женщинам. И вот та обстановка, которую мы сегодня видели на открытии этого центра, мы познакомились со структурой, с содержанием работы, с направлениями работы этого центра. Это уникальный духовный центр. И одна из особенностей этого центра в том, что помощь, прийти сюда, могут как с проблемой, как и с хорошим, поделиться с женщиной, обменяться мнением и по вопросам воспитания, и по вопросам трудных жизненных ситуаций. Они будут услышаны, поняты, что очень важно, независимо от их вероисповедания. Это не какой-то казенный приют, это действительно дом для всего, для обучения, для комфорта, для духовного роста, просто для приятного времяпровождения. Мне кажется, в такие места люди идут с удовольствием, они будут открываться, это очень важно. И поэтому мы, конечно, можем только радоваться, что такое место появилось в свою очередь. Мы, конечно, готовы, я вот озвучила уже наше предложение Аня Зербековне, что аппарат уполномоченного готов взять на себя бесплатные юридические консультации для женщин, для любых посетителей этого центра по всему спектру семейного права. Гостям провели экскурсию по духовному центру. Пятиэтажное здание оснащено и полностью укомплектовано. Здесь женщины смогут получать консультацию, а при необходимости иметь возможность проживания на время получения помощи. Как только женщина обратится, социальный работник будет принимать, встречать ее и дальше направлять по специалистам. В том числе я буду контролировать процесс помощи этим женщинам. Для меня это продолжение политики Муфтеатра, которая ведется уже последние 10-15 лет, но, по крайней мере, мы плоды ее ощущаем. Это политика на уважение к личности и, знаете, объединение общества. Нас так часто разделяли. Ты не так веришь, надо по-другому. Ты не настоящий, я настоящий и так далее. А здесь говорят, нет, мы все едины в том, что мы дети Божьи, и нам дана возможность воспринимать свет Божьего Слова. Я благодарна этому центру, что он создал эти условия. Духовный центр Мариам будет работать круглосуточно. Помощь и консультацию здесь могут получить любой обратившийся, независимо от места проживания, национальной и религиозной принадлежности. Все услуги будут оказаны бесплатно. А учредителем центра является Муфтиат Дагестана. Хамз Нурмагамидов, Халида Ахмэв, Даудгасанах, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков выиграл золото Кубка России. Соревнования в эти дни проходят в Грозном. Воспитаннику тренера Гусенхана Закарьяева не было равных в весовой категории до 55 килограмм. В общем зачете махачкаринист набрал 226 килограмм. В рывке атлет поднял 106 килограмм, а в толчке – 120. Золотую медаль на Кубке страны Исмаил Гаджибеков завоевал в третий раз. Пока он единственный дагестанский тяжелоатлет, кому это удавалось. Турнир в столице Чечни продлится до 13 февраля. В нем участвуют еще четыре представителя нашей сборной. А боксеры из Буйнакска, Махачкалы и Хасавьерта отличились на первенстве республики среди юношей до 18 лет. Турнир завершился в Каспийске. На ринг вышли около 250 спортсменов из разных уголков республики. Они разыгрывали медали первенства в 13 весовых категориях. По итогам семи дней больше всех наград высшей пробы досталось боксерам из Буйнакска. В их активе четыре золота. По три первых места у махачкалинцев и хасавюртовцев. Остальные награды на счету у представителей Кизелюрта, Каспийска и Буйнакского района. Медалисты соревнований в марте выступят на первенстве Северокавказского федерального округа во Владикавказе. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин